Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 24 выпуск 4 сезона «Пути со дна с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov». В предыдущем выпуске закрыли квест «Анестезия» для прапора с пометкой «Место обитания санитара», пометили три автомобиля скорой помощи для терапевта по квесту «Врачебная тайна. Часть первая», докачали прапора до третьего уровня, что позволило закрыть квест «Свой человек» от механика, вышли с локации «Берег», добив квест «Металлолом» для миротворца, а на маяке для терапевта выполнили отдых у моря, вынеся кейс из прибрежного домика, и егерю вынесли письмо, оставленное возле землянки по квесту «Отшельник». Выпуск поддержали финансово Ромпер Стомпер, Никто, 320К, Сергей, Санитар и Колясик Мурманский. Огромное спасибо, ребята! Пусть добро вернется вам тысячекратно! Будьте здоровы! Ромпер от всей души поздравляю с рождением сына! Желаю долгой, здоровой и счастливой жизни! Благодарю за доброе слово и привет понаехавшим от понаехавших! Всем приятного просмотра! В убежище у нас готов, наконец-то, разведцентр второго уровня! Теперь я могу варить флешки, не только и другие квестовые предметы, которые мне будет не так просто найти, да? Всё, я несмотря на то, что 33 часа, 34 практически часа, это будет всё вариться, заказываю в арку, пусть оно потихонечку тут варится, крутится, вертится, мы потом это либо сдадим по квесту, либо раньше, если найдём эти флешки, то я меняю их на жетонницу или что-нибудь в этом духе, в любом случае продадим выгодно. В санузле сварились у меня отбеливатели, мне два штуки надо будет потом по квесту с галкой, чтобы не париться и не искать, спрячем их в ящик с хламом. И поставлю на варку стеклоочиститель, по одному штуке варится, мне надо будет пару штук потом ещё сдать миротворцу. В общем, в ближайшие выпуски, скорее всего, будет берег, берег, берег и много, в общем, берега, потому что для миротворца надо качать лояльность до следующего уровня, надо выполнять для него квесты, есть у меня квесты с беспилотниками, параллельно ещё взял три маяка, для лыжника тоже там есть квест, где надо будет эти маркеры затарить в места, где я для прапора метил. Так, места торговли, значит, первое мое место интереса это коттеджи, мать их. Коттеджи. Послышалось? Каждого шороха сейчас будем шорохаться. Где стрельба? Уже. Погнали в коттеджи. Вот так ничего не буду, по крайней мере, пока у здоровья седьмого уже. Не дурно, не дурно. Вообще, по идее, куда бы я ни пошёл, везде опасно. Такой вот он, первый рейд всегда на стрёме, пока в какую-нибудь переделку не попадёшь или перестрелку. Перестрелку. Есть кто? Нет. Но сейф это не посмотреть, но нельзя так, но нельзя. Оружейный сейф. Мне же ещё автальмоскоп бы вынести, а я его просто так-то и не вынесу по-хорошему. А, вот, сюда кладётся. Нормально. Профеном придётся пожертвовать, в случае чего. Стоят они примерно одинаково. Так что, может быть... Давай вот так, наверное, оставим. Чё такое? Магазин расширенный, увеличенный. Сюрф тоже примерно столько же стоит, как роликсы. Да, в санатории уже весело. Вот так. Ну, может, с другой стороны и хорошо. А кого там? Не видно нифига. Коня взял, пацаны. Коня. Коня. Ключа нет. Закрыто. Надо прятать. Сидеть и вот так вот закладывать. Есть. Пады готов. Тек. Чё, на Норвенске, наверное, сначала. Пусть немножко пуля сядет там. На лазурке. А мы пока на Норвенске попробуем сходить. На Норвенском там и диких можно будет пострелять. Ну и плюс у меня там... Закладывать надо. А, мне по-хорошему ещё за лазурным же надо будет. Так что, блин, телиться тут вообще не вариант. Времени у меня, можно сказать, в обрез, потому что мне надо будет через всю карту педалить. И причём не просто напрямую, а зигзагами. Буквально. Квестовые места разбросаны абсолютно по всей карте. От А до Ягн. Так что где-то будем довольно рискованно действовать. Это не ЧВК, случайно? Что-то такое впечатление, что это был вообще ЧВК. А что он там делал? Да, ещё один открытый такой. Вряд ли ЧВК сидел бы, да? Блин, ладно, нет у меня времени на тебя. Нормально. Ну чё, приоритеты я неправильно выставил, я так полагаю. Что мне надо было делать? Мне надо было идти и БПЛА идти смотреть. Всё, собрал себе гадюку опять. Я пойду только с гадюкой. Не буду я собирать себе никакую болтовку. Не хочу на это ещё внимание как-то акцентировать. Этот маяк, который мы на коттеджах установили, он засчитан в выполнении квеста. Так что остальные будем ставить чисто попутно. Всё, я готов. Собрался. Трофейный экджель. Всё остальное прикупил. Магазины, патроны запасные. И даже перегруза нет. Вот чё, как хорошо получилось. Наверное, за счёт того, что джелька у нас лёгкий бронежилет. Ещё раз идём за ЧВК, идём туда же на бережок. И я теперь буду в приоритете держать необходимость установки, эти САЗ-диски, нахождение беспилотников. Так как именно для миротворца мне надо лояльность прокачивать и делать квесты. Всё остальное попутно. Пока, по крайней мере. Так. Ну, спасибо, Тарков. Ты говоришь мне, давай, Дис, ещё раз. Давай. Давай. Ну, давай, давай, чё. Как скажешь, как скажешь. Посмотрю только тот железяк. В прошлый раз чё-то так достатно было. Там и роликсы, и ещё чё-то там. Конь был. Конь настоящий. Чистоган. Нет, нифига. Ладно. Следов не оставляем. Да чё, куда? За БПЛА. Первый БПЛА у нас... О, вирусов нет, говорят ли. Нормально. Первый БПЛА у нас за лазуркой сзади. Второй БПЛА вообще на той стороне, где чупа-чупс. Так что спаун, честно говоря, неудобный. Ну, зато если мы... Если получится, то мы сможем ещё и помимо всего этого... А чё я нафиг накидал опять полный мешок, блин? Хотел же налегке. Ладно. Ладно, специально. Аутоматически получилось. Волно, чтобы опять... За деревцем какой-нибудь леший не куковал. Короче, идём за БПЛА, там где переход через канал. Бегать не будет много. Так, помним, да? Что у нас на стороне маяка есть ещё спауны. Что, скорее всего, народ по эту сторону побежит. Уже в лазурке тусуются. Ну, там ближняя есть, конечно, спаун. Неудивительно. Народ там уже присутствует. Ох, вот эти вот дальние... Это чё за хрень? Перебежки это что-то с чем-то. Это не хрень, это Диса. Мырный. Диса мырный. Я почти на месте. Вот он, беспилотник. Первый. Вот он, бардачок. Или как его? Вот он, САС. Есть. Один САС забрали. Ну, стреляй. Всем рассказал, что Диса тут бежит. Так, пока тут гасанусь. Пока выносливость там восстановится. Патронов докинем, хоть и немного потратил. Но чтобы в полном снаряжении, так сказать, быть. Может быть, таблетку же? Хотя, ладно, не будем ничего. Выдумывать. Ну, хотя, наверное, стоило пооткрыто бегать. Ну, ладно, пофиг. Так, дальше. Следующая остановка у нас... Примерно антенна. Наверное, по нуба тропинке пойду. По краю карты. Вот так вот, чтобы... Если что, хотя бы, чтобы одна сторона была у меня... Защищена, что ли. Ну, не защищена. Хотя бы, понимаешь, что хотя бы с одной стороны никто не прилетел. Проще же пасти. 180 градусов. Или хотя бы 90, чем все 360. Ничего другого делать не буду. В лазурку не пойду. Попробую чисто до пыла эти ДСАС-диски вынести. Потому что, если я погибну, они опять у меня вытряхнутся. Надо будет снова за ними бежать. Желания не имею за одним и тем же квестом весь день бегать. О, масло. Это хорошо. Флис нам тоже надо будет. Спички, не знаю, надо будет или нет. Но заберем. Да, теперь бежать, короче, минуту, наверное. Три-пять. Короче, вдоль бетонного этого. В аккурат до антенны. Все, я уже на подходе. Вот она антенна, которая мне нужна была как ориентир. Есть пару тайников. Пару-тройку, я бы даже сказал. Диких здесь больше нет, не обитают. Там, правда, опасно может быть. С Чупика босса могут наяривать. Но я в ту сторону не планирую идти. Ух ты, ни хрена себе. Это штука интересная, походу, да? Заберем. Пак Райвелс. Я не знаю, она нужна ли для капы там или для чего. Возможно, нужна. Кто знает, может я капы буду брать в этом сезоне. О! Кто же не знает. Ладно, я дальний левый тайник уже не буду тогда смотреть. Мешок уже по-любому полный. Посмотрю только тут. Что, добро есть? Нет. Нет добра. Странно. Раньше почти постоянно тут что-то находилось. Ну и вот, отсюда, в общем... Отсюда открывается здравый... О! Это что, это в мою сторону стрельба была? Там, возможно, боссы, короче, трутся. В общем, самолет, беспилотник точнее, упавший, он примерно под тем камнем. Так что я чуть... Сбоку-сбоку здесь пойду, чтобы не подставляться под боссов. Будет очень жестоко, если... А, нет, здесь как раз меня сопкой защитит, да? Вот он, беспилотник. Ну и выход в аккурат у меня... На переходе на таможню, дорогу на таможню. Вот он, второй красавец. Пойдет. По пути еще можно пару тайников глянуть. Вон тут первый. Что ты нам предложишь? Судрю, какой полный прям. Трансформер, говорит, предлагаем. О, спасибо! Стеклоочиститель. Он мне нужен. Как раз один варится, второй сдадим. Это квестовое. Это либо продать, либо потом будем делать тоже что-нибудь с ним интересное. Типа гренадера. Что, можно смело домой чесать? Не думаю, что тут кто-то будет на выходе пасти. Делать тут по большому счету нечего. Мало тут кто выходит. Я так думаю. Дикие больше тут не спавнятся. Выход безопасный. Но минус его в том, что он очень далеко. Прям в углу, в конце карты. Так, а где тут были? Вот тут, по-моему, под кустом, да, тайник? Или я... А, вот он. Все нормально. О, наушники. Все, вот так вот надо было мне изначально поступить в прошлом рейде. Че подперся, черт не знает, куда. Ну, хотелось, конечно, как лучше. Приятно, как ни крути, выполнять квесты пачками. Как раз производство завершено стеклоочистителя второго. Все, готово. 15 минут, и квест у меня в кармане. Зашибись. Пусть и нубы тропинкой прошлись, но зато безопасно. Долго, но безопасно. И теперь гофрированных шланга 2 штуки тоже закажем на варку. Пусть это добро варится. Докупил на барахолке, чтобы не тратились провода, пучки проводов, которые у меня с галочкой. Вот, он их использует без галки, так что все окей. Для габа нужен другой бронежилет, тоже паха, только красная. Глазерла завершаем. Для миротворца нашли 2 беспилотника, забрали оттуда 2 диски и вынесли с локации. Дает квест гуманитарка, пометить первый грузовик маркером на берегу, второй грузовик, сухпайки МРЕ, передать сухпайки и диких на берегу, одевшись в форму ООН, шлемунтар, бронежилет, Фэмунтар, говорит, 10 диких, надо будет пострелять. Теперь он дает квест ревизия, часть 1, поэтому квест... О, нифига ты тут напридумывал, мужик. Ну, в общем, этот квест делается на резерве, и поэтому квесту мне нужно 7, получается, единиц техники пометить, осмотреть и пометить. Ревизия, часть 2, примерно то же самое, только здесь 4 единицы техники пометить маркером, но это уже на локации МАЯК. Остались у меня еще АКМН и АКМ от карателя, по-моему, там первого для прапора, поэтому места они занимают много, давай я с этими пушками похожу. Если нужен более-менее тихий рейк, то я проверяю таким образом, 17 смотрю, ага, такой список в лобби людей. Это не значит, что столько людей сидят в ожидании, это просто в лобби. И утро смотрим гораздо меньше. Значит, что, правильно, берем, страхуем свое барахло и запускаемся в утреннее время. Цель на рейд пометить пару грузовиков и настрелять диких. Один из грузовиков находится в портовой зоне, второй грузовик находится за зданием административного корпуса санатория Лазурный берег. Опачки. Это магииды, получается. Ну вот, сейчас более-менее уже свет... Ну как более-менее? Да светает, короче, нормально, пацаны. Усё нормально. Значит, нам чё надо будет делать? Блин, пока загружался, забыл, чё, куда мне надо было идти. Мне надо идти... Мы гуманитарка, и плюс диких надо стрелять. Дикие, дикие, где мы будем стрелять? Маячки у меня из-под сумка никуда не денутся. Из этого самого, точнее, из слотов. Так что можно смело, я думаю, ходить, диких стрелять. Пойдем. У нас травок. Правда, если слева сейчас пройдет... Кто-то... То мне не сдобровать. Назад я не вернусь с этого острова. Ну и ладно. Ну и ладно. Я, пожалуй, рискну. Блин, какой ЛЦУ? Ты чё, братан? Братан, ты чё, не врубаешься? Сейчас ещё чё-нибудь ценное найдём. Обзельное. Бам. Спички. Евро. Террасу нашёл нулёвую. Мечта топориста. Рановато, видимо, я щеманулся на этот островок. Можно было смело мимо пробегать. В сторону заправки. Ну ладно, мы... Ключик, например, глянем. Медицину-то можно будет ещё глянуть. Хотя, чё мне медицина? Ну ладно, автальмоскоп, может, вдруг ледекс какой-нибудь. Вообще, в медсумке такой кто-нибудь... Понял. Не базарю. Кто-нибудь... Ледекс находил? Автальмоскоп, прикинь. Адреналяшечка ещё. Мать моя женщина. Ладно, тут хорошо. Но мне дикие нужны. Десять диких, по сути, не так уж это и много. Если попасть на хорошие места спауна, да ещё и вовремя, да ещё и чтобы никто не мешал. Это вполне реально сделать, допустим, на заправке на Норвинском, плюс на этом... На ГЭСе. Обойдя эти три точки, спокойно можно закрыть этот квест. Ну, точнее, часть квеста. Пошли на заправку. Посмотрим, что там может быть. На заправку? О, я слушаю, мне же на Норвинске надо будет ещё спуститься. Я же там точку торговую могу пометить для этого самого... Для лыжника. Для лыжника. Оттуда, наверное, в портовую зону, да? Да, я так и сделаю. Короче, маршрут следующий. Планируется. Заправка Норвенский, портовая, ГЭС. Административный. И налево на маяк. За этим деревом тут товарищ сидел. Так, так, так. Так. В сейф на пожаре заглянем. Чё-то тихо как-то. Ну, хорош. Чё ты? Умираешь прям. У, как тут тепло. И сухо, но некомфортно. Во, нормально. Валда, я люблю этот прицел. Вот на СПС можно взять эту штуку. Ничего интересного. Бам! Ваза. Но я уже собрал достаточно ваз, так что на выход я не спешу пока. Всё хорошо. А где народ? Спит ещё? А, ранним утром же дикие спят, я же забыл. Дикие спят ранним утром. Инфа проверенная уже. Не раз. Ой, застрял. Голова большая. Пролазит. Вот так вот тебе и полный мешок уже собрался, пока до заправки добежал. Да что к меня ещё с отрывкусняхи? О, вот это, 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 вот это. А можно и сразу его использовать. Во! Голодной смертью точно не помру теперь. Придём, точку торговую, санитаро, метик. Приспрою пару сейфов, сейчас вскроем. И карта ТЭКО. Во, есть что-то. Отвечем. Приспрою. я уж подумал челобот что ли это как-то крался он по-человечески совсем сас диски бабосики опять аксель попался но я его уже выносил тоже он так что мне не особо то нужен уже есть в комплекте картотеки можно будет кстати посмотреть на всякий случай то чтобы на всякий она случай ключ карты от лаборатории хотя ключ карты я могу убив штурмана получить ну радует то что есть теперь альтернатива что не надо упарываться каким-то конкретно блин смотри ё-моё вот тв-шечку и я бы ее не хотел надевать а вдруг я встречу пацанчиков короче счет открыт первый дикий убит а вот это я неправильно делаю да лутаюсь ладно первую картотеку сейчас осмотрим блин powerbank сейчас поглядим что-нибудь что очень ценное будем забирать место немного на самом деле хотя ваза что там десятка примерно за ячейку да можно и выкинуть ее так то отлично есть вторая . торговая досмотрю я все-таки картотеки так 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 понял ничего ценного для меня тут о дикий ё-моё я уж подумал свитовец что-то одет так по-серьезному да с джей шестой ужалимся неправильно ты юзаешь с джей мне говорили его надо в начале рейда или в конце юзать на пофиг тут беготни пацаны просто много еще дикий 3 подгрузились пацанчики это хорошо а вот об этом я возможно пожалею да а хотя нет у меня же аквамари есть видал в утро вышел спокойный рейд одну по крайней мере нет вот этой возни бесконечный где-то стрельба кто-то по кустам кто-то на острове делай квесты не хочу так я там разок у моего всего стрельнула пошли на порт так на в сторону порта порта там возможно будут еще дикие да если даже и нет мне там в любом случае надо будет машину метить поэтому из джей прям цвет братюня мне притащил смотри как я долго бегу промзона возможно кстати и тут дикие будут насчет диких я честно говоря не не переживаю хотя хотелось бы побыстрее избавиться от этого синего бронежилета и синего шлема особенно моя куй тишина не видно не слышно диких однако о пропуск а чё дороже пропуск или это самое или аксель это у меня в принципе есть дома это можно вот так попробовать сделать прикольно я почему-то подумал что это чвк эй эх не поместить никак ладно так готова машину мы замаячили дикого стрельнули наверх туда наверх наверх какой это был дикий четвертый смотри и тайники с этой стороны даже не утон и поем поновее его заберем он возможно дороже будет стоить блин подниматься ли наверх туда ну можно в принципе рискнуть попробуем а попробуем хотя я так то и не планировал туда подниматься а вдруг боссы они же мне накостыляют сразу в третьем классе брони ну а вдруг видеокарта ах вот это вот любопытство не зря писали что от любопытства кошка сдохла давай одним глазком если будут боссы то я пожалуй свалю оттуда ну как мне с ними воевать то но не в третьем же классе брони пацаны я свой да нет тут никого но кто-то был ящик открыт ага вон оно как тут все лутано мои дьер фрэнс пошли на гэс тогда я не слышал вообще ни единого выстрела на карте на чем ни под никаких не подставлялся и сам с глушителем наверняка ладно тогда будем придерживаться своего плана идем на гэс смотрим там диких и поднимаемся в лазурку блин знал бы еще маячок один зацепил чтоб сразу третью точку торговую попробовать пометить да а почему бы и нет ну да ладно спешить не будем мне в любом случае туда еще наверх подниматься в лазурку так что пометим однозначно так вот рюкзак тоже побольше можно было бы взять ну был бы больше рюкзак он бы тяжелее был однозначно я бы не смог так просто перемещаться был бы был бы медленней и неповоротливей нет диких на крыше а с с с с с с это это чего к пацаны а вот чувака теперь тут я думал это чувака или подумал бы что это челобот если бы он не заорал кепка вот это вот это весело тут у вас икей подгрузились ништяк вы вовремя значит челоботы тоже подъехали это он так быстро перезаряжает зверь а я двоих слышал возможно оба на крыше да ну ка ну ка ну ка непонятно а у возможно там за этой штукой да или чё или как не видно понял а понял на крыше снайпер уйдем а я отлично тоже всем рассказал что здесь диск окей идем на остановку на конечную вот эту там тоже дикие скорее всего подгрузились даже если их не было сначала рейда оттуда уже чек в административку пойдем за административку надо бы предварительно докинуться по хорошему с пустыми магазинами там не лазить а то мало ли всякое бывает что челоботы то наглые интересно есть ли смысл попробовать сейчас посмотреть кабинет санитара если с той стороны заспаунился кто-то может быть он побежал в лазурку может же быть такое открыл там все кабинет как положено мне там лут интересен конечно но важнее всего просто посмотреть эту комнату можно попробовать я думаю помечу автомобиль и попробую зайдем со стороны административки еда вода в порядке в этот раз у меня чувака сыт и свеж три квестовых предмета топливо заберу но поинтересней что еще можно будет аквамари можно будет выкинуть внутрь выкинем аквамари и дома у меня все равно их штуки 4 там есть так что это очевидно не самый дорогой ресурс где стреляли только что где стреляли только что не понял где а давай через вас точку все таки рискну опасней конечно это гораздо гораздо но кабинет санитара хочется посмотреть не знаю почему но мне кажется что он открыт как будто прочувствую какое то блин я угол не посмотрел афигеть я в любом углу ожидал найти кого угодно вплоть до санитара ну чтобы за углом сидел чвк просто на парадке за углом а по факту да я жестко сейчас облажался я собрал снова чвк то же самое акм у меня тут лежал я его использовать не планирую поэтому беру эту волыну беру запасной магазин и синие снаряжение взял дополнительный маяк теперь мы пойдем за чвк на берег наверное в 10 утра пойдем и будем мы на этот раз знаешь что делать мы сразу же в лазурку пойдем как бы это страшно и смертельно не звучало но нам надо идти в лазурку метить точку торговли и метить второй грузовик ох мать моя женщина чё ж так далеко от меня заспаунил это ядрёно вошь чувака показалось так значится мы будем каким макаром действовать я попробую тогда заглянуть в первую очередь на газ я тут больше чем уверен что на промзоне этой нет никаких диких успели они появится а я так хотел чтобы у меня спаун был на стороне маяка ох вот это было бы вообще шикарно шикарно там бы я по пути просто диких дострелял и как раз в административный корпус не через всю территорию лазурки а просто с зелени бы подошел это было бы вообще фантастика хотя бы сто процентов грузовик бы да и вообще получается я квест бы закрыл эти мр ешки то купить можно на барахолке ну ладно имеем такой спаун значит будем действовать согласно этому спауну можно будет даже заправку сначала глянуть или что нибудь в той стороне примерно снова дикие тут будут на воде нормально диких нет нет не вижу а жаль заправку можно глянуть с этой стороны сделаем посмотрим заправку и пойдем на газ из газ уже ну придется сначала скорую метить ой скорую ну вы поняли в общем место торговли возле скорой которая закладывать точнее не метить сюда с этой стороны подойду лучше с чертовой горы меня плохо видно было вот а мне наоборот чтоб обзорчик открылся тут пацаны не подводите старика давай выходи хорош один и все ладно и на том спасибо пошли газ а вон он ух там эмки рычат в лазурке ох там жестко будет ну хотя я долго то не живу в таком бронежилете так что если по мраму то быстро все будет ну хорош хорош о все последний внизу отлично отлично пошел ты в баню нафиг шляпу эту лучше уж без нее как ты любишь уставать все готово диких я настрелял с этим вопрос закрыт остался открытым вопрос с грузовиком с местом торговли для лыжника и с местом торговли для лыжника место торговли для лыжника второе при второй приоритет но дело в том что он ближе здесь а так как там какие то видал там возня какая идет я думаю может быть сначала все таки грузовик пометить если меня никто тут не подрежет чтобы хотя бы не бояться за хотя бы за один квест там я думаю безопасней подскочить и доделать свое дело что приклеить но сто процентов они услышат мои шаги сто процентов они пойдут проверять что там да как а мне там не просто его поставить то маяк надо его еще там вмонтировать надо то сидеть эти 15 секунд ждать пока он приживется вот так я пожалуй сделаю обойду вон там грузовик стоит в конце административного потом уже издыхать не жалко будет так пока жалко хочется пожить еще чуть-чуть а тут никто не сидит да вообще за такими в таких местах неожиданных если честно встречаются чевыка что сегодня прям явно не мой день машинка который нам нужно отлично все пока гасану здесь как проживется пойдем что такое мне кажется или шаги какие то тут таблетку ну и все вперед я прям по улице в открытую выбегу на дурочка прям пофиг церемониться не буду харизма до четвертого прокачался харизма качается когда находишь предметы которые просто лежат поднимаешь точнее их так вот так вот парни блин там еще кругом стекла все как на ладони ладно бог с ним помрем так помрем о боги хорошо все игра наверняк есть но надо выжить выйти с локации чтобы его закрыть что просто так не отделаешься говорит но я хотел посмотреть кабинет санитара здесь трупы хороший знак вполне возможно что кабинет открыт дикий обычный У него бронеразгрузка Нам она не подходит А ну? Нет, заперто Блин Ах Очень жаль Очень жаль Теперь выход у меня На маяке Тоннель Значит, туда и пойдем Тоннель, лодка и маяк Ну что, зато если выходим, мы два квеста закрываем Приятный звук у этих наушников Мне прям нравится Хорошо Пошла Все получается Сейчас пойдем Я, пожалуй, даже грузовик, наверное, не буду смотреть Пойду ближе, наверное, к нубо-тропинке Вдоль края карты Да и все И в ту сторону на выход Где-нибудь вот где погуще Позеленее Тут могут еще дикие Напути встретиться Мешок вообще пустой Я бы и дальше полазил по лазурке Но Надо выйти Надо закрывать квесты И так слишком много смертей на сегодня Нет диких О, на голову Порядок Ну что, неужели я выживу в этом Берегу Две смерти сегодня было В двух рейдах предыдущих И, честно говоря, такие глуповастые немного Но я такой пвпшник себе Так что строго не судите, господа и дамы Как умеем, так и играем Вот и переход на моряк Мы дома, в общем Практически Фу, нормалек Наконец-то я закрываю эти квесты 16 минут Но мне пришлось бежать с одного конца карты В другой практически Четверо диких есть Значит, все идет по плану Все, для миротворца, чтобы закрыть гуманитарку Мне надо только сухпайки МРЕ прикупить Давай, наверное, сразу же их на барахолочке и прикупим Пропитал нас больше не интересует Сухпай МРЕ нам надо опять тишу Есть Все, отлично И, блин, я рад, что сегодня удалось все-таки закрыть квест гуманитарка Секта, часть первая, выдает квест Надо найти пропавшего информатора на берегу Изи-пизи Путевка в санаторий, часть первая Убить диких выстрелом в голову на берегу Используя дробовики 12-го калибра 7 диких надо будет настрелять Для лыжника добили квест Игра, наверное, 3 маяка установили В каждом по одному рейде Даже сегодня получается И выжили-вышли с локации Можем закрывать квест На сегодня у меня все Благодарю за просмотр Надеюсь, выпуск вам понравился Спасибо большое за вашу поддержку За пальцы вверх За добрые комменты Всем отличного настроения И приятной игры Увидимся, услышимся В следующем выпуске До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова